Исторический рекорд. За 2022 год в Калининградской области ввели в эксплуатации более 4 тысяч домов на 16 тысяч квартир. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Антон Алиханов. Как рекордные темпы строительства повлияли на рынок недвижимости региона и какие прогнозы дают эксперты, выяснял Анатолий Холодников. 4 тысячи новых домов и 15 тысяч квартир в 2022 году. Это вдвое больше, чем в позапрошлом и стало для региона историческим рекордом. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор Антон Алиханов. Но по мнению экспертов, едва ли новостройки с серым ключом будут пользоваться большим спросом в 2023, в отличие от вторички. В разрезе ценовой политики надо понимать, что покупая серый ключ сейчас, нужно будет потратиться какой-то суммой на ремонт, что сейчас будет достаточно затратно, поэтому все-таки выгоднее купить жилье на вторичке, что в принципе покупатели и делают. Сейчас региона цена квадратного метра в новостройке – 110 тысяч рублей. Однако в каждом районе цены на квартиры примерно одинакового метража могут отличаться друг от друга в разы. Например, на окраине города в новом жилом комплексе квартиры предлагают по цене от 4 до 9 миллионов. Но уже на Сельме они стоят от 7 до 12 миллионов рублей. Ну а у Центрального парка ценник пляшет от 20 миллионов. И если для местных жителей это дорого, то, к примеру, для приезжих с Камчатки вполне доступно. Адекватные цены, не завышенные, не омские. Ну выше, конечно, чем были. Сейчас понятно, что сейчас все дороже. В 2021 году и в начале 2022 цены на недвижимость в Калининграде поднялись в разы. Те, кто обзавелся новым жильем раньше, благодарят судьбу завезения. Ну тогда двухкомнатная 3200, 3300. Сейчас где-то около 8 комнат. Ну двухкомнатная квартира. Вы считаете, что вам повезло, что вы купили раньше квартиру? Да, это намного было дешевле. Ну и тут была раньше стройка, сейчас такой благоустроенный микрорайон. За 4300 мы купили трехкомнатную квартиру 4 года назад. И за эту же сумму нам обошлась в прошлом году одна комната. Цены прям очень жутко возросли. Ну, конечно, ну куда деваться. Сейчас, по словам представителей сферы недвижимости, цены на жилье упали на 15-20%. Станут ли застройщики значительно снижать цены на квадратные метры в 2023 году, риэлторы прогнозировать не берутся, но считают, что темпы строительства могут существенно сократиться. Как будет обстоять ситуация, пока прогнозировать рано. Поживем, увидим. Но в данный момент застройщики не торопятся сильно активно начинать новые стройки. Скорее будут завершать то, что уже начато. Некоторым коренинградцам в позапрошлом и прошлом годах пришлось отложить свои планы на покупки квартир из-за слишком выросших цен. И считают, что как раз сейчас самое время обзавестись недвижимостью. Цены, конечно, подросли в городе Калининграде, но приятно удивляет то, что за последнее время они немножко падают, конечно. Жилье становится доступнее. Падать начали где-то с лета. Насколько тоже процентов? Ну, 15-20. В последнее время вырос спрос и на жилье в ипотеку. По мнению экспертов, это связано и с государственной поддержкой семей. Спрос на ипотеку Калининградской области в начале 2022 года значительно упал. А в последние несколько месяцев мы восстанавливаемся и довольно-таки успешно. Больше оформляет ипотеку по господдержке и семейной ипотеке. Тем более, что и на вторичном рынке наблюдается снижение цен на квартиры. Если в прошлом году о приличной двушке ниже 8 миллионов можно было и не мечтать, то сейчас можно встретить предложение за 4 или 5 миллионов рублей. Большинство специалистов в сфере продажи жилья склоняются к мысли, что в 2023 году, несмотря на рекорды по новостройкам, именно вторичка будет пользоваться максимальным спросом. Анатолий Холодников, Екатерина Калиниченко, Служба новостей. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...